Рав Давид! Шалом! Добрый день! Спасибо большое за то, что у меня есть возможность пообщаться еще раз с вами. Рав Давид сейчас прочитала классический труд Рамхаля, Месилат Ешарима, Путь Славедных. Это книга, благодаря которой можно еще больше полюбить Тору. Рав Давид, но кто же все-таки эти Ешарим? У меня возникла некая сложность. Помогите мне, пожалуйста, с этой сложностью. Очень хороший вопрос, потому что на самом деле в Месилат Ешарим не упоминаются. И тебе, наверное, интересно вообще, почему Рамхаля выбрал название такой книги Месилат Ешарим, если там у него совсем другие качества. Там Зайру, Зрезут, Осторожность, Осторопность. Где там Месилат Ешарим? Обычно переводят Месилат Ешарим на русский язык как Путь Праведных. Но это не точный перевод, потому что Месила – это рельсы. То есть это такой вид дороги, которая уже так проложена, что по ней легко идти, ехать на чем-то. Это рельсы. А Ешарим – это прямые. То есть перевести уже книгу как Рельсы прямых, а не Путь Праведных. Путь Праведных надо переводить – это Орхот Садиким, это другая книга. Но кто такие эти прямые? Где вообще упоминается такое качество, такой титул прямые в Танахе? Да, впервые это упоминается у царя Соломона в его притче. Как он говорит во второй главе Ицпон лейшарим тушия в магенлю ольхейтон Спрячу для прямых Тору и защиту для наивных. То есть он там сопоставляет свои притчи наивных и прямых. Чтобы понять, какие прямые… Мы часто понимаем, что прямые – это люди, которые идут прямо, говорят то, что думают, как есть, так и делают. А он, нет, он сопоставляет наивных и прямых. И объясняет, комментирует Веленский Гоон, что прямые – это те, кто выпрямляют свой путь относительно, или свои качества относительно Торы. Например, человек может от природы быть жадным или, наоборот, очень расточительным. Он только получил зарплату, он уже ее потратил, он уже критной карточкой купил на пять зарплат вперед. А есть, которые держат деньги под подушкой и не тратят вообще. То есть это их природа. Таким нужно по Торе выпрямить свои качества, найти золотую середину, как им правильно жить, чтобы быть не скупым и не слишком тратить деньги. Есть люди, которые по природе, они гневливые, очень гневаются, нервные. А есть люди по природе, наоборот, такие спокойные. Есть вообще люди отмороженные, замороженные, как будто они вообще не реагируют ни на что. Чтобы они не показали, они так вот. И нужно найти, нужно с одной стороны не нервничать постоянно, с другой стороны живо реагировать на ситуации, которые вокруг тебя, какую-то реакцию иметь. Там где-то улыбнуться, где-то удивиться, где-то расстроиться. То есть найти золотую середину по Торе. То же самое в жизни есть разные пути. Человек выбирает себе, по какому пути ему идти, кем ему работать, чем ему заниматься. И это тоже часто идет не от его желания, а не от яцрара, от дурного начала. И вот он должен найти, выучить Тору, выучить эти темы в Торе и найти, перестроиться, как правильно жить по Торе. И это очень серьезная работа, которую Рамхаль предлагает человеку, определенные рельсы, относительно которых человек должен себя выпрямить. То есть рельсы Торы есть, да, и человек, это прямое, это объясняет Глоб Мювильно, это не тот, кто прямой и прямо говорит, а тот, кто выпрямляет себя относительно рельс, который уже, то есть Тора, которая нам дана. А второй, который мы сопоставляем, это человек, это там, это наивный, который идет вообще не делать никаких расчетов. Так Всевышний сказал, я так сделаю. Теперь откуда, да, наверное, тебе интересно, откуда источник, откуда берутся вообще два таких прототипа наивные. То есть у нас не может быть какие-то качества, если они не исходят от наших про отцов или про матерей, где эти качества в корне. В Торе есть у нас два брата, Яков и Исаав, да, у Ривки родилось два сына, Исаав и Яков. Написано, что Исаав, он был хитрый, Ишцайет, он был охотником. Да, охотник должен быть очень хитрый, допустим, чтобы поймать льва, тигра, там, медведя в лесу, хищников, они очень хитрые. Нужно быть перехитрить их для того, чтобы их поймать, по ними охотиться. А Тора подчеркивает, что он охотник, владеющий методами охоты. А Яков написано, Иштам Йошеба Валим. Он сидел в шатрах, учил Тору, находился с Богом постоянно, вообще шатров не выходил, только Тора учил. То есть, эти два составления, Яшар, Исаав, он был хитрый, а Яков бесхитростный сидел и учил Тока Тору. И ему Ицхак хотел дать броход Исааву. Почему? Потому что у него было разделение. Исаав должен был заниматься этим миром, включая вообще все. Он, допустим, изгнания, которые были у евреев, он должен был охранять еврейский народ от других народов. Он должен был заниматься заповедями, митцвоот, он должен был заниматься материальным миром. А Яков должен был заниматься духовным миром, и они друг другу помогали. И поэтому броход ему, который связан с этим миром, хотел дать именно ему. Но Ривка, она тоже была хитрой, она была сестрой Лавана. А Лаван был хитрее Беляма, Беляма даже. Белям был учеником Лавана. То есть, и Ривка видела, она была хитрой, она видела, что Исаав он обманет, он возьмет все себе, и Якову не станет помогать. И она научила Якова обмануть и забрать благословение у Исаава, чтобы Ицхак благословил Якова вместо Исаава. И после этого у Якова появились сразу два качества. Он стал и хитрый, и наивный. Он теперь заниматься должен и этим миром. Есть евреи, которые успешно занимаются этим миром, бизнесом, заповедями и всем остальным. Есть евреи, которые учат Тору успешно и друг другу помогают. И после этого мы видим, что Яков стал хитрым. Он когда пришел к Лавану, он говорит Лавану, ты хочешь быть со мной честным? Я буду чистым, я буду с тобой честным. Ты хочешь со мной быть хитрым? Я брат, я сын Ривки, твоей сестры. Я могу быть с тобой таким тоже. И мы видим, как он был хитрый, как Лаван пытался обмануть. Потом Яков победил Лавана практически, победил Исаава и победил Ангела Исаава. Когда он уже выходил от Лавана на реке Ябок, нахаль Ябок, он победил Ангела Исаава. И тот Ангел Исаава говорит, теперь больше твой имя не Яков, а Исраэль. Да, потому что ты победил людей, победил Ангела. То есть получается, что Яшар, это имя Яшар, Исраэль, имя Яшар прямое, оно находится уже в имени Якова. То есть Яков сначала был Иштам, Йошеволим, а потом он стал еще Яшар. Да, то есть Ишар, это человек, который победитель, который может путь выпрямить. Да, есть сложности, есть испытания. И он этот путь выпрямляет, этот путь он исправляет. На самом деле, в каждом из нас должны быть оба эти качества. Мы должны быть в разных ситуациях с Богом. Если Вы же не говорите, сделай так. Да, никаких расчетов. Значит, надо так делать и бесхитростно идти, делать имя. Да, как наивный, делать желание Бога. Но есть много ситуаций, когда для того, чтобы исполнить желание Бога, нужна хитрость, нужно пройти испытания, препятствия. И в жизни очень много ситуаций, когда человек должен быть смотреть, да, когда вот вокруг есть враги, вокруг сложности. Поэтому мы должны обладать этими обольными качествами. Быть иногда, когда нужно быть там, наивным, такой бесхитростным. А очень часто быть хитрым, когда есть враги, или испытания, чтобы была у вас возможность исполнить желание Бога. И поэтому желаю нам всем, да, это очень хорошая книга, Мячеслав Тишарим, да, путь в рельсы прямых, да, найти для себя эти рельсы и выпрямить свою жизнь, да, относительно правильных рельс, да. И тогда, да, мы будем подниматься и духовно, и материально у нас будет браха. Так как Яков получил браху и материальную, и духовную. И затошим, мы, еврейский народ, будет процветать. Омэйн, с Божьей помощью, спасибо большое, Рав Давид. Спасибо за вашу мудрость, спасибо за эту глубину. Я вам очень благодарна, и теперь я еще больше поняла эту книгу. Спасибо вам большое, Рав Давид. С радостью и жду еще интересных вопросов. Спасибо. Спасибо.